Вы правильно сказали, Татьяна Викторовна, тема с квестами довольно горячая, популярная, но это как раз квестам не пошло на пользу. Пик популярности, пик появления квестовых комнат, выхода из комнат, квеста как развлекательного мероприятия очень сильно сузил само понятие, и под квестом стали поднимать только одну из огромного количества его разновидностей. Вот именно с этой темой я первый раз вышла в Директ-Академию, и вот все два года, что я сотрудничаю с Директ-Академией, я продолжала в ней разбираться, искать интересные варианты, и в июне, представляя вам этот неполноценный трек, можно сказать, мини-трек, три встречи, посвященные разновидностям квеста. Сегодня мы будем говорить про общие понятия и про квест в школе-библиотеке. Через неделю, в четверг, мы встретимся, чтобы поговорить про веб-квесты, и еще через неделю мы будем говорить про одну из разновидностей, про дедуктивный квест, который очень необычный, очень интересный, и я рекомендую попробовать его в ваших учебных или культурных учреждениях. С темой, как я уже говорила, разбиралась довольно давно, и, как обычно, когда мы начинаем работать с какой-то темой, мы смотрим литературу, да, то, что писали до нас, то, что рассказывали авторы, и мое личное огорчение, то, что даже известные, популярные игропрактики, Андрей Комиссаров, который сделал прекрасный вот такой курс в открытом университете про игры в образовании, все они определяют квест довольно узко. Складывается такое стереотипное поле, которое мешает нам разрабатывать интересные, по-настоящему полезные для участников варианты квеста. Давайте с вами поговорим для начала про эти стереотипы, разберем их. Вы, пожалуйста, пишите свое мнение в чат, задавайте вопросы по необходимости, я успеваю читать и отвечать. Итак, первый стереотип квест — это путешествие. И довольно часто встречается это такой вариант, что под квестом подразумевается игра по маршруту, когда у игроков есть карта с проложенным маршрутом, и нужно перемещаться из точки с точки, и на этих точках выполнять какие-то определенные задания. Вот довольно часто в определении квест приравнивают к путешествию. Но даже по логике событий, если вот так вот смотреть, путешествие — это не единственный вариант. Например, в журналистике репортаж может быть путешествием, может быть таймлайном, может быть расследованием. Почему бы тогда и не сделать квест хронологический, квест детективный с расследованием, квест в каком-то другом варианте. Опять же, делая квест маршрутной игрой, мы предъявляем довольно жесткие требования к пространству игры. Нам нужно не просто помещение, а помещение с большим количеством комнат или территория, с большим количеством точек, на которых будут располагаться вот эти вот игровые пункты. Нам нужно большое количество помощников, администраторов, модераторов, тех, кто будут находиться на этих точках и помогать участникам. И вот так мы себя ограничиваем еще больше. В противоположность квесту путешествию иногда встречается такая разновидность, иногда они смешиваются вместе. Квест как викторина. На каждом этапе квеста участники должны отвечать на вопросы. Если у вас 10 заданий, это значит 10 наборов вопросов, 12 заданий, 12 наборов вопросов. Все действия, которые требуются от участников, очень и очень однотипны. У викторины есть еще один страшный недостаток, это то, что она, как правило, упрощена. Мы всегда стараемся подобрать такую сложность, чтобы даже самая слабая, самая маленькая команда, дошкольники, например, могли этот этап пройти, могли ответить на вопросы викторины. А значит, для более старших участников такой квест становится неинтересным. Так, учительный библиотекарь делал квест по библиотеке. Преподаватель сказал, что это не квест, а игровая программа с элементами квеста. Раз библиотекари в нем не играют роли кого-то еще, а остаются именно библиотекарями. Где же истина? Это вопросы к театрализации и к атмосфере. Квест может быть театрализованным, а квест может быть не театрализованным. Информационный квест, про который мы будем говорить, не обязательно требует театрализации. Я считаю, что в этом вопросе, скорее всего, правда, на вашей стороне. Игровая программа с элементами квеста – это как раз скорее вариант, когда переодеваются, когда есть какой-то сюжет. Просто квест подразумевает в первую очередь работу мозга, когда разгадывают загадки на пределе возможности, торопятся, спешат, и сюжет и театрализация не всегда играют в квесте важную роль. И вот, кстати, еще один стереотип. Квест понимается как гонка за подарками. Мы обещаем команде, которая придет на финиш первой, какой-то подарок. Наши задания высококонкурентны. Мы сталкиваем соперников друг с другом. И весь квест превращается фактически в гонку. Не так важен сюжет, не так важны задания, не так важна тематика, как цель успеть прийти самыми первыми. Это вопросы мотивации. Про мотивацию мы тоже будем говорить отдельно, когда будем говорить про дедуктивный квест. И очень плохо, если мотивация подменяется вот таким вот простым вариантом. На самом деле способов заинтересовать участников намного, намного больше. И, наконец, еще один стереотип тоже часто встречается. Квест – это выход из комнаты. Я даже встречала статью рекомендации библиотекарям, как одно из помещений в библиотеке адаптировать под такой тип квеста. Тут, конечно, популярность масс-маркета, появление большого количества квестовых комнат. И второй самый популярный тип квеста – это найти за час выход из какого-то помещения. Да, это тоже разновидность квеста. И вот как раз она театрализованная, атмосферная, сама по себе очень интересная. И мотивация там от обратного. Участники платят за участие в квесте, а не авторы квеста выдают какой-то приз. Но, тем не менее, очень интересный вариант. Но вот между игрой по маршруту и выходом из комнаты лежит еще совершенно огромный пласт, огромный спектр неисследованных видов квеста, которые прекрасно подходят для библиотек и для школ, потому что дают возможность получить новую информацию, поработать с источниками информации. И первое, что мы должны сделать, чтобы прийти к этим вариантам квеста, это, конечно, отказаться от стереотипов и определить для себя квест по-другому. Я буду сегодня много говорить специфических терминов. Эти термины в первую очередь связаны с ночными городскими экстремальными играми. Поскольку мое знакомство с квестом началось с ним, я привычно использую эту терминологию. Там довольно большой аппарат понятий, больше, чем обычно в литературе, посвященной школьным или библиотечным квестам. И в третьей части вебинара я дам вам словарик со всеми этими понятиями. Но если встречается какое-то незнакомое слово сейчас, пожалуйста, спрашивайте сразу, я все поясню. Итак, как для себя я определила квест? Какое определение я посчитала наиболее полным? Квест – это игра на достижение цели через решение загадок и выполнение заданий. И как обычно в определениях, здесь важно каждое слово. Почему именно такое определение я сформулировал? Первое слово, как вы видите, здесь «игра». А что такое «игра» сама по себе? Есть прямо конкретное четкое понятие, которое говорит нам, что такое «игра». В первую очередь это безопасная среда. Мы помещаем участников в безопасное для них пространство, где они хотят – участвуют, не хотят – могут в любой момент выйти. В этом пространстве есть простые и понятные правила, которые известны игрокам с самого начала. И игра нацелена на достижение удовольствия от процесса. Поэтому, определяя квест как игру, мы в первую очередь отказываемся от неправильной мотивации. Я довольно много видела примеров, где группу игроков, группу, например, школьников, заставляет в обязательном порядке всех участвовать в квесте, всех проходить этапы. Это неправильно. Мы создаем безопасную среду, объясняем правила, приглашаем к участию. Тот, кто не получает удовольствия, может заняться чем-то другим. Особенно обидно, когда проходит квест в библиотеке, и ребенка, который отошел от общей группы, взял книжку и сел спокойно читать, отрывает от чтения и гонит в общий процесс. Второе слово в определении – это достижение цели. Это тоже очень и очень важно. Результат, вот та цель, которую мы пытаемся достичь в квесте, должна быть значима для участников. Это может быть приз. Это может быть превосходство над соперниками. Это может быть процесс узнавания развязки, интересный для них историей. Не только материальные поощрения, но и поощрения могут быть нематериальными. Поощрения могут быть как раз такими стритейлинговыми, игровыми. У этой цели должны быть понятные критерии достижения победы. Мы считаем или победные очки, или считаем время прохождения, или считаем количество найденных улик, подсказок и так далее. И вот каждый этап квеста должен вести к этой цели. Не должно быть провисания. Нам нужно занять еще 15 минут времени. Давайте добавим еще одну викторину вот в этом вот месте, для того, чтобы задержать участников. Так они потеряют интерес. Необходимо и достаточное количество этапов для того, чтобы достигнуть определенную цель. И вот как раз нарушением этого принципа часто страдают маршрутные игры. Какая разница, поставите ли вы 6 точек, между которыми нужно переместиться участников, или 8 точек. Для них в этом мало что меняется. И, наконец, такие определения, как загадки и задания. Важно их тоже различать. Я покажу, чем отличаются загадки от задания. Но в любом случае в них должен быть приоритет интеллектуальной составляющей. Да, какие-то физические задания могут быть. Но лучше, если при этом они тоже требуют смекалки, логики, определенной хитрости. Квест все-таки должен быть именно на интеллект. Именно такие доставляют больше всего удовольствия. Опять же, по своему опыту городских экстремальных игр могу сказать, что раньше участники делились на две группы. Кто-то отвечал за решение как раз умственных загадок, кто-то отвечал за физическое, приехать на место, найти определенный предмет. И вот такое вот разделение позволяло как раз вовлекать в квест большее количество участников, и каждый мог выбрать занятие себе по вкусу. Но и в том, и в другом случае все вместе ломали голову над загадками, все вместе прикладывали свои умственные усилия. Спасибо, Александра Александровна. Я благодарна. В загадках и заданиях очень важно соблюдать предельную сложность для участников. Мы идем не от нижней точки, мы ориентируемся не на самых слабых и младших участников. Мы всегда задаем максимально высокую сложность так, чтобы сил игроков хватило, но с трудом на решение этих загадок, на выполнение заданий. Можно вспомнить здесь термин, да, зона ближайшего развития. То есть фактически загадки и задания в квесте – это зона ближайшего развития участников. Про то, как настраивать предельную сложность, если у вас участвуют разновозрастные группы, я опять же упомяну в одном из следующих вебинаров. Ну и, наконец, в загадках и заданиях может быть открытость, может быть поиск альтернативных путей решения. Квест в этом плане довольно приближен к задачам из ТРИЗа. Должна быть возможность решить совершенно разными способами. Хотя есть и исключения, о них мы поговорим дальше. И вот для того, чтобы привести хороший и плохой пример, да, потому что, например, их всегда проще ориентироваться, рассмотрим выход из комнаты как удачный пример. Игроки приезжают добровольно, они также еще и платят за участие. У них есть понятная цель и правила, то есть их задача в течение часа открыть какую-то определенную дверь. И опять же есть правило, да, что они могут делать в квестовой комнате, что они делать не могут. Попутно они выполняют разнообразные загадки и задания. Взлом шифра, решение головоломок, может быть, потребуется физически достать какой-то предмет. И вот это вот как раз сам по себе довольно хороший пример. Как раз в выходе из комнаты, когда собираются небольшие команды разновозрастные, они могут разделить свои обязанности. Тот, кто, например, повыше, может искать предметы на верхних полках, тот, кто пониже, может решать какую-то головоломку и так далее. То есть вот здесь вот как раз за счет того, что группа небольшая, можно найти задачу каждому. Если у вас нет звука, вы можете напишите, пожалуйста, чтобы перезагрузить страничку. И пример от обратного отрицательный пример. Вот игра по маршруту, мы заставляем участвовать в ней всю группу. Цель какая-то виртуальная, там, например, помочь королеве книге найти пропавшую азбуку. Уверены ли, что эта цель интересна всем, кто собрался поиграть в этот квест? Этапы однообразны, могут быть однотипные викторины, например, а загадки упрощены для самого младшего участника. Вот это вот пример абсолютно отрицательный. Теперь, когда мы вывели определение квеста, напомню, как игра на достижение цели через решение загадок и выполнение заданий. Посмотрим, какие именно типы квеста я могу вам предложить. То есть вот тогда, когда я начинала работать над этой темой, когда в библиотеке мы прописывали, придумывали варианты, я пыталась убедить коллег, что квест не обязательно должен быть по маршруту, тогда я делила на традиционные и информационные квесты. Сейчас количество вариантов увеличилось. Я изучила довольно большое количество примеров и литературы, и теперь делю все квесты на четыре таких больших типа. Первый из них – это квест локационный. То есть фактически это, да, игра по маршруту. Действительно, один из совершенно нормальных вариантов квеста. Нужно пройти какой-то путь, который разбит на этапы. Напоминаю, что каждый этап этого пути значим. Локационный квест довольно часто подразумевает конкуренцию. Кто придет первым, кто первым найдет подсказку на нахождение следующего этапа. То есть локационный квест хорошо подходит для конкурентных игр. Мы можем говорить о нем как о путешествии, а значит хороший локационный квест должен иметь некоторые признаки путешествия. Важен маршрут, важно то, что мы видим по пути. Важны впечатления, которые мы получаем и которые при этом мы можем сохранить. Вот это вот путешествие, или можно сказать квест как экскурсия, мы должны потом суметь рассказать, пересказать. Поэтому в локационных квестах, за редким исключением, все-таки важен еще и сюжет. Это та история, которая рассказывается параллельно. Пример локационного квеста как раз тот вариант, о котором я очень переживала, когда сама работала в библиотеке, когда нужно было пройти несколько этапов по зданию. И меня вот в этой ситуации смущало то, что квест был посвящен информационным ресурсам библиотеки, то есть каким-то электронным базам данных, но весь квест по итогу выглядел как распечатанный листочек. Я предлагала хотя бы оставить QR-коды на стеллажах, но тоже это мое решение не поддержали. Для меня это было странно и удивительно. Одно дело, если у вас участвуют дошкольники или младшие школьники, да, листочек с маршрутом для них это хороший вариант. Другое дело, если 15 старшеклассников, которые могут в мгновение ока разбежаться по всему зданию, найти подсказки, найти QR-коды, найти какие-то улики, намеки и довольно быстро самостоятельно построить нужный им маршрут. В локационном квесте отдельное удовольствие – это именно построение маршрута. Не лишайте своих участников вот такой части квеста. Следующий тип – это герметичный, и он как раз чаще всего реализуется в виде выхода из комнаты. Герметичный квест отличается тем, что у него есть единственный путь достижения цели, то есть это закрытая задача. Открыть дверь на выход можно только этим ключом и никаким другим. Получить вот эту химическую реакцию из предложенных химических элементов и оборудования можно только вот этим путем. Герметичный квест в этом плане очень близок к головоломкам, когда нужно, например, расцепить спутанные гвозди. Есть только один алгоритм решения. И да, герметичный квест всегда основывается на каком-то алгоритме действия. Если вы планируете именно такой вариант квеста, вы прописываете алгоритм, а потом уже просто реализуете этапы. За счет того, что герметичный квест подразумевает единственный путь, мы можем предсказать поведение игроков в любой момент времени. А значит, именно этот тип квеста легко сделать театрализованным, легко добавить какую-то атмосферу. Если вы знаете, что для решения вот этой вот задачи есть только путь А, Б, С, и игроки в любом случае всегда будут выполнять пункт А, значит, вы можете в это место поставить актера, ведущего, который каким-то образом обыграет с ними ситуацию. Вообще, если вот так говорить про герметичный квест, я могу привести еще один вариант из русского народного фольклора. Помните сказку про курочку, которая искала маслица для того, чтобы смазать петушку горлышком? Петушок подавился, она пошла к пастуху за молоком, а он попросил сапоги, сапоги у сапожника, и вот так вот она ходила, пока не собрала все нужные ингредиенты. Опять же, у нее есть один путь решения этой задачи, но при этом нет заранее прописанного алгоритма. Алгоритм находится экспериментальным, опытным путем. На экране вы видите примеры герметичных квестов, они часто используются в компьютерных играх, и, кстати, выход из комнаты, тоже довольно много движков, на которых можно образовательный квест развернуть в формате выхода из комнаты. Справа сверху фотография реальной квест-комнаты, а слева тоже довольно старая игра, переработанная в формат раздаточных материалов, Incredible Smashing, когда нужно было решать физические головоломки, нужно было выполнить определенные действия, имея на руках конкретный набор предметов и все реальные законы физики. То есть вполне себе подходит тоже под герметичный квест. Один путь достижения цели, ограниченное количество элементов можно театрализовать любым образом. Между вот этими двумя типами квеста лежат еще два варианта. Тот, про который мы будем разговаривать отдельно, подробно, это дедуктивный квест, потому что именно дедуктивный, с моей точки зрения, идеально подходит для перевернутого класса. Дедуктивный строится на сборе информации и нахождении связи между отдельными единицами контента. Поэтому дедуктивный квест довольно часто может называться как детективный квест. Это самый простой вариант. Мы ищем улики и выстраиваем логические связи между какими-то определенными событиями. Дедуктивный сам по себе очень адаптивный и гибкий. Достигнуть цели можно совершенно разными способами, в том числе, знаете, чисто интуитивно предположить разрешение ситуации. Можно легко адаптировать дедуктивный квест для разных возрастов. Поэтому вот такой готовый квест можно пробовать на разных группах игроков, немножко меняя форматы предложенного контента. Здесь мы мыслим о квесте как о пазле, о картине, которую нам нужно получить, складывая отдельные кусочки. Я думаю, легко можно понять, если у нас картина собирается из девяти фрагментов мозаики, то, имея на руках шесть правильно сложных фрагментов, мы уже можем понять, что изображено на этом пазле. То есть дедуктивный квест не имеет цели обязательно пройти все этапы и выполнить все задания. Нет. Здесь цель именно получить какую-то целую непротиворечивую картину мира. И для этого игрокам не обязательно выполнять как раз все задания. Это его очень важная особенность. Дедуктивный квест я тоже проводила в библиотеке на Библионочи. Для меня это был вариант по Майковскому, когда было шесть или восемь вариантов заданий на вот таких вот листах, брошюрах, и любой проходящий мимо стенда мог взять какой-то из этих вот вариантов квеста и из выложенных тут же на книжной выставке книг найти правильные ответы. Это очень простой, очень легкий вариант. Опять же, какие-то вопросы легче, какие-то сложнее, но даже если участник выполняет одно задание, у него есть вот эта вот радость узнавания чего-то нового, радость достижения. И, как я говорила, очень важно, что квест — это игра, и участники должны получать удовольствие. Здесь они получают удовольствие от того, что нашли какую-то новую для себя информацию. Кто-то, например, узнавал кадры из фильма на примере из более старших участников Библионочи и радовался этому. То есть легко, напряжно, очень сам по себе короткий, очень быстрый, но, тем не менее, интерес на протяжении всей Библионочи он вокруг себя собирал. Вот это вариант дедуктивного квеста. Его, естественно, можно усложнить, и мы будем усложнять и пробовать разные варианты на одном из следующих вебинаров. Да, Александр, запись вебинара будет на канале Директ Академии. И, наконец, последний вариант квеста. Я долгое время не считала его именно как разновидность квеста, пока не попробовала сама и не поняла, что, да, действительно, образовательную игровую составляющую в него можно вложить. Это литературный тип квеста. Литературный подразумевает то, что у игроков есть определенные роли, а значит, у них есть индивидуальные цели, которые между собой могут пересекаться. Например, игроку А нужно опубликовать письмо или материал в газете, а игроку Б нужно уничтожить до публикации. И вот такое пересечение цели как раз создает интересные ситуации. Литературный квест подразумевает открытый, но очень маленький мир, где есть определенные роли, определенные архетипы поведения. Поэтому, опять же, как герметично, он легко театрализуется и сам по себе довольно психологично. Можно узнать об участниках много нового. Здесь мы мыслим о квесте как об иммерсивном спектакле, о погружении, которое важно в первую очередь участникам. Примером литературного квеста могут служить лангедоки. Лангедоки – это кабинетные ролевые игры. У них цель именно развлекательная. Но можно продумать такой литературный квест и с образовательными целями довольно легко. Например, вы видите на экране, каждый участник получает определенную роль, определенные предметы, и у каждого есть какая-то своя цель, связанная именно с этими предметами. Есть определенные правила взаимодействия. То есть, например, часто вот именно в лангедоках есть определенные правила, например, тихие, когда нельзя говорить, когда, например, ведущие подразумевают, что игроки говорят все на разных языках, и они не могут каким-то образом между собой взаимодействовать и так далее. Вариантов на самом деле очень много. И легче всего в такой литературный квест разворачиваться на основе литературных произведений. Почему я и назвала этот тип квеста литературным? На основе исторических событий, на основе психологических экспериментов и, возможно, каких-то понятий в курсе обществознания. Если есть вопросы по этим типам квеста, пожалуйста, задавайте. А я пока покажу основные понятия, расскажу про термины, которые я буду использовать на этом вебинаре и в дальнейшем. И, в принципе, эти понятия обрисуют для вас вот такую вот картину, то, что может понадобиться вам для создания своего собственного интересного квеста. Да, иммерсивный театр, он очень близок. Просто здесь разница в том, у человека, который погружается в этот иммерсивный спектакль, есть ли у него своя роль. Если он просто пассивно участвует, то это спектакль. Если он активно участвует, если у него есть своя цель, тогда это будет скорее уже квест. Я расположила все понятия в алфавитном порядке, для того, чтобы было проще в них ориентироваться, если вы будете еще обращаться к этой презентации. Первое понятие, с которого я начну, это понятие автоперехода. Когда вы устраиваете какой-то квест, скорее всего, вы пытаетесь рассчитать время, которое он займет сам по себе. И я думаю, легко сделать выводы, что чаще всего в этот тайминг, в это время вы не укладываетесь. Где-то загадка оказалась для кого-то слишком сложной, для кого-то оказалась слишком простой. Две группы пришли одновременно на этап, и пришлось ждать, пока освободится инвентарь, или пока освободятся ведущие. Проблема управлением времени в квесте, в принципе, ключевая проблема, потому что мы можем держать внимание наших участников только в течение определенного периода времени. Многие механики квеста направлены именно на то, чтобы уложиться в какое-то конкретное время. В том числе и автопереход. Автопереход – это ограничение времени на этап. Когда заканчивается отведенное время, то игроки автоматически переходят на следующий этап квеста. Если вы делаете веб-квест, это делается, как правило, средством той платформы, на которой вы проводите. Если реальный квест, то, например, ведущий в этом случае должен перенаправить игроков на выполнение уже следующего задания или на решение следующей загадки. Автопереходы помогают поддерживать темп. Если вы сложите автопереходы всех этапов, то вы получите итоговое время квеста. Если у вас 6 этапов по 15 минут, то квест займет полтора часа. Какой принцип лежит в основе вашей классификации квестов на информационные, дедуктивные и так далее по типу действия, которые совершают игроки? Нет. У меня в основе классификации лежит, во-первых, цель квеста, во-вторых, маршрут квеста, то есть пути перемещения между этапами. И уже в последнюю очередь лежат цели, которые могут выполнять квесты. То есть я в конце покажу для библиотеки и для школы, какие квесты, какие задачи могут решать. Игроки на самом деле совершают совершенно одинаковые действия. Неважно, какой тип квеста. Они разгадывают загадки и выполняют задания. Следующий термин – это агент. Агента мы называем модератора квеста, актера квеста, то есть любого неигрока, который непосредственно занят в квесте. На агентов ложатся определенные функции. Во-первых, это поддержание атмосферы и сюжета, если у вас квести адрализованы и сюжеты. Это контроль соблюдения правил. То есть не нарушать кто-то правил, не подсказывать ли одна команда другой, не пытается ли кто-то обойти какие-то этапы. Это помощь игрокам. Агент может быть в роли судьи, арбитра, к которому можно обратиться за решением какого-то вопроса. Там, где нужен человеческий фактор, там, где нельзя сбросить какую-то организационную задачу квеста на автоматику, там нужен агент. Соответственно, если думать про квест как игру по маршруту, там нужно довольно много ведущих, много агентов. Если у вас шесть точек, на которых должна прийти команда, то вам нужно как минимум шесть агентов, плюс вы сами как ведущий квеста. Это довольно большое количество. На практике агенты ставятся только в ключевые точки, там, где, например, нужно выдать задание с инвентарем, разумеется, не касаясь театрализованных квестов, там, где могут возникнуть сложности, и игрокам, скорее всего, придется обратиться за помощью. Ваши квесты для команд участников или для индивидуального участия? У меня есть такая огромная табличка, где расписаны варианты участия. Есть варианты индивидуальные, есть варианты команды из одного человека, команды из нескольких человек. Индивидуальные имеются в виду, что один общий игрок проходит. Команды из одного человека, команды из нескольких людей, команды с переменным составом, когда во время квеста можно поменяться участниками, и команды с распределением ролей. Если не ошибаюсь, у меня пять разных типов. Какие-то подходят лучше для локационного квеста, какие-то лучше для герметичного. Там довольно сложная схема, я пока еще не знаю, как ее упростить так, чтобы можно было, например, показать. На самом деле, вы можете буквально сейчас показать на любой из тип квеста, и я расскажу, как он будет выглядеть для одного участника или для команды. Артефакты. Артефакты – это как агенты, только предметы. Это материальные объекты, которые, как правило, нужны для решения загадки или выполнения задания. Сюда не входят предметы, которые нужны для поддержания атмосферы. С артефактами участники непосредственно взаимодействуют. То есть берут, трогают, рассматривают, создают сами. Артефакт могут создавать и участники квеста. Если мы говорим про квест, который создается в образовательных целях, то такие артефакты могут как раз служить цифровым следом мероприятия и анализироваться потом для того, чтобы, например, отсчитаться о достигнутых результатах. В таком случае, да, особенно важны те артефакты, которые будут создавать сами участники квеста. Примеры артефакта. Головоломка. Ведро, которым нужно вычерпать воду из колодца. Это может быть даже элементарная ручка-маркер, которая нужна участникам для прохождения этапа. Но это конкретная ручка или конкретный маркер. Другим выполнить это задание по какой-то причине нельзя. Мне муж приводил пример, когда мы разбирались с артефактами. Несколько ведер. В одном, например, вода, в другом песок, в третьем камни. То есть они разные по весу, разные по наполнению. И в одном из этих ведер, по условиям квеста, нужно найти ключ, который где-то в этих ведрах. И ключ приклеивается на дно ведра, но снаружи. То есть не внутри он находится, а снаружи. То есть вроде бы задачка физическая, вроде бы там перебери песок, перебери камни, найди ключ. А на самом деле эта задачка оказывается на логику. Достаточно просто поднять ведр и под одним из них будет лежать искомый артефакт. Следующий термин это атмосфера. Атмосфера особенно важна для сюжетных квестов. То есть если у нас есть какая-то история, которую мы пытаемся рассказать, то атмосфера поможет в нее погрузиться. Атмосфера должна быть с самого начала в этом случае. То есть на старте. А еще лучше заранее. Еще лучше, когда участники получают предварительное задание. Это может быть вариантом прийти в костюмах, прийти в определенных образах, сделать определенный снимок. Все это нужно для того, чтобы участники заранее начали погружаться в атмосферу. И участники эту атмосферу должны поддерживать наравне с ведущими. Естественно, важно для литературного квеста, для герметичного атмосферного квеста, когда, например, вы просите участников не выходить из своей роли. Атмосферу создавать довольно сложно. Если вы посмотрите сметы квест-комнат, то основные затраты идут как раз на создание атмосферы. Создание определенного звукового ландшафта. Создание дистанционного контроля над предметами в квест-комнате. Создание какой-то визуализации. Создание программируемых объектов. То есть именно на поддержание атмосферы идут основные расходы. Вариант то, что мы в классе или в помещении библиотеки своими силами создадим атмосферу, крайне маловероятен. То есть, опять же, если проанализировать литературу о квестах, то самый простой вариант – это костюмированный, когда участники приходят в костюмах, квест на Хэллоуин. Выключили свет, зажгли свечку, поставили тыкву. Участники в костюмах вроде как уже и атмосфера. Бонус. Как я уже говорила, большая часть механик квеста нацелена на то, чтобы укладываться во время. И бонус – обычно мы мыслим как поощрение за успешное прохождение какого-то одного этапа, именно этапа, а не всего квеста целиком. Но, опять же, бонусы помогают аккуратно увеличить или уменьшить время прохождения всего квеста. Бонусы, как правило, измеряются в победных очках. Например, мы плюсуем поощрительное время или плюсуем поощрительные баллы. Участники быстро решили загадку, и им дается конверт с бонусным заданием. Они могут выполнить и получить, а могут отказаться от выполнения и уйти на следующий этап. Вот такие вот бонусные задания, они сами по себе приятные сюрпризы и могут поддерживать мотивацию участников квеста. Это ни в коем случае не побочная ветка сюжета, как это часто происходит в компьютерных играх. Это именно вот такое дополнительное вспомогательное задание, которое помогает ведущим удерживать команду, удерживать участников в рамках заданного времени. Опять же, простой пример. Ведущий имеет при себе 3-4 конверта с разными бонусными заданиями, и когда видит, что команда сейчас по времени столкнется с другими участниками, выдает им конверт с поощрительным заданием. В условиях, например, библиотеки такие бонусные задания могли бы быть совершенно простыми. Найти книгу с фотографией определенного писателя и сфотографироваться вместе с ней. Времени не так много займет, но пока участники выполняют бонусное задание, угроза столкновения как раз пройдет. Самое страшное слово организаторов квеста звучит как «даунтайм». Это время, которое проходит зря. Чем больше «даунтайм», тем для игроков скучнее становится квест. Они ничем не заняты во время «даунтайма». Они теряют мотивацию, их внимание рассеивается. «Даунтайм» — это проблема, которая возникает довольно часто при некачественной организации квеста. Если использовать те механики автоперехода, бонусов, штрафа, как я говорила раньше, они как раз помогут снизить «даунтайм», но полностью исключить «даунтайм» можно только хорошей организацией, продумыванием каждого этапа, как именно должны идти игроки, какие именно предметы, какие именно загадки нужны. Часто «даунтайм» возникает, причем совершенно мертвый штильдом, возникает тогда, когда у этапов нет автоперехода. Участники должны или решить эту загадку, или умереть прямо здесь на месте. Других вариантов вообще в принципе нет. Они сидят, они уже не пытаются решить эту загадку, они просто вот так бесполезно проводят время. Автопереход поможет команде или участникам перейти на следующий этап. Могут быть и другие, например, подсказки для застрявшей команды, которые помогут перейти на следующий этап и избежать вот такого вот ужасного «даунтайма». «Даунтайм» возникает не только в квестах. «Даунтайм» возникает часто и в настольных играх. И, например, для меня это один из основных принципов, по которым я выбираю игры себе в домашнюю коллекцию. Я очень люблю «даунтайм». В то время, когда ты не действуешь сам, если нет возможности самому выполнять задание, то ты должен хотя бы смотреть, как действуют другие. Именно поэтому в квестах чаще всего участвуют команды. Если ты сам не можешь решить эту загадку, ты можешь, по крайней мере, послушать и покидать идеи тем, своим коллегам, которые эту загадку в состоянии решить. Еще лучше «даунтайм» в этой ситуации убирается распределением обязанностей. Один из вариантов прохождения квеста – это выдать всем в команде определенные роли. Например, в дедуктивном квесте вы можете предложить игрокам представить себя командой журналистов. У вас, может быть, даже одна такая команда на одну команду тоже в квест прекрасно играется. И у каждого в этой команде будет определенная роль. Один человек будет командиром, главным редактором, например. за ним последнее слово. То есть он всегда подводит итоги обсуждения и говорит, что мы делаем или как мы отвечаем. У кого-то роль фоторепортера. Его основная задача – делать фотографии. То есть ему, может быть, самому квесте не так интересно участвовать, но выполняя роль фоторепортера, он и из команды не уходит, и в то же время делает интересные фотографии глазами участников, которые вам потом на самом деле могут пригодиться. Кто-то может быть репортером, как раз основным человеком в поисках загадок или улик. То есть вот таким вот образом тоже можно избежать даунтайма, распределив обязанности, и тогда участникам будет просто даже интересно смотреть, как действуют другие члены их команды. Так, следующий термин – загадка. Да, два базовых термина. Квесты – это загадки и задания, они есть даже в определении. Загадка – это какая-то открытая задача, в которой важен каждый элемент. Загадки, как правило, дают доступ к следующему этапу. Типичный вариант загадки, ну, даже если мы брать русские народные загадки, есть какое-то слово, которое является ответом, и каждое слово в рифмованной загадке очень важно. Сидит девица в темнице, темница, коса на улице. То есть темница, коса, девица, вот эти вот существительные, они, в принципе, определяют ответ на саму загадку. То есть в загадке важен каждый элемент. Довольно часто в загадках зашифровывается другая локация, другая точка квеста. Квест, как я говорила, может быть и виртуальным, может быть зашифрован какой-то сайт, может быть зашифровано какое-то слово. Самые универсальные варианты загадок на следующий этап – это обычная колода игровых карт. Вы берете колоду игровых карт и клеите на них картинки. Лампочка, котик, диван. И разгадывая загадку, участники берут карту с соответствующим изображением, а с обратной стороны у нее, например, QR-код на сайт или GPS-координаты на то место, куда нужно прибыть в следующем. Вот это вариант загадок. Загадки могут быть очень сложными. Загадки могут быть очень сложными, но при этом очень короткими. Разнообразие их просто невероятно. Я считаю, что для дошкольников и школьников лучшие варианты загадок есть в книге «Квестодел» Юлии Луговской. У нее есть сайт «Праздник в коробке». Она как раз выпускает самые разнообразные квесты, в том числе и локационные, и дедуктивные. У нее замечательные квесты. И у нее есть как раз пособие для тех, кто делает квесты. Там несколько десятков вариантов того, как зашифровать какое-то слово. Второй термин из определения квеста – это задание. Задание – это уже действие. Если загадка идет у нас именно на умственную работу, то задание – это скорее физическое действие. То, что можно реально посмотреть, реально, возможно, пощупать. То есть, как правило, задание – это какие-то манипуляции с предметами. Мы закончим. И я, Олеся, скину в чат ссылку на «Праздник в коробке», чтобы вы могли посмотреть и название книги. Я считаю, что в хорошем квесте загадок должно быть несколько больше, чем задание. Но в некоторых случаях задания как раз становятся определяющими для квеста. То есть задание может быть найти человека и поговорить с ним, получить от него какую-то конкретную информацию. Это задание. Это вроде бы интеллектуальное действие, но тем не менее это действие, которое требуется от игроков. Задание, как правило, нельзя решить в отрыве от внешнего мира. Загадки можно. Очень важное понятие – локация. Место, в котором проходит очередной этап. То есть какая-то конкретная точка. Локация должна быть на квесте обязательно. Она может быть одна, то есть одно помещение, в котором проходит весь квест. И когда я разрабатывала концепцию информационного квеста, я как раз искала такой вариант, чтобы можно было проводить полноценный квест именно в одном помещении. Может быть несколько локаций. Локации имеют большое значение. Что там находится, как это выглядит, какая атмосфера ощущается. На локацию игроки приходят через загадку. Они должны разгадать какую-то загадку, которая укажет им путь к следующей локации. А вот на локации могут быть как загадки, так и задания. Если квест состоит полностью из загадок, вам нужна одна локация. Место, где находятся игроки. Вы даете им загадки, и они все решают, не сходя с одного стула. Локации нужны именно для того, чтобы перемещаться, именно для того, чтобы выполнять задание. То есть, например, вычерпай воду ведром задание. Вряд ли можно дать в помещении книгохранилища или в школьном классе, а вот в помещении где-то на улице, в уличный бассейн. Такой локации дать вполне можно. Локации тоже важны, так же, как и важны этапы для достижения цели. Следующий термин – сюжет. Это история, которая разворачивается. Она может происходить прямо сейчас с игроками. То есть, когда я приводила, например, Курочка, которая ищет маслица, чтобы спасти петушка, это история, сюжет, который разворачивается прямо сейчас. Участник этого квеста Курочка была главным двигателем этой истории. Но может быть наоборот. Может быть история, которая произошла в прошлом, и сейчас мы ее восстанавливаем по каким-то элементам. Опять же, это характерно для литературного или детективного квеста. Мы по каким-то предметам, по каким-то приметам восстанавливаем сюжет. И в этом случае цель квеста часто именно в том, чтобы получить и рассказать вот эту вот историю. Тематика. Сюжет – это более сложный вариант. Требует умения старитерить, понимания основ драматургии. Часто требует театрализации. С тематикой намного проще. Это просто одна тема, одна область знаний, которая объединяет этапы квеста. Чаще всего квесты идут именно тематические. Это, конечно, меньше, чем атмосфера и сюжет, но чаще всего лучше, чем полное. Отсутствие какой-то темы у вашего квеста. Тематика вполне логично ложится на школьные предметы. Квест по химии, квест по литературе, квест по обществу знания. Очень важное понятие штраф. Штраф – это наказание за нарушение, в первую очередь, правил, за неправильное выполнение заданий, за потерянное время. Обычно штрафы измеряются тоже в победных очках. Штраф – это противоположность бонусу. Но если бонусы мы можем регулировать и сами решать, когда мы выдадим бонус той или иной команде, то штраф безусловен, он приходит автоматически. Обычно, если говорить про городские экстремальные игры, у них два типа штрафа. Первый – это нарушение правил, за которым следят агенты. И второй вариант – это штраф за переборы вариантов, когда не ищут решения загадок, а начинают просто перебирать, подбирать разные варианты. В этом случае назначается какой-то определенный штраф. И есть вот такая интересная разновидность – это штрафная подсказка. Подсказка – это помощь игрокам. Подсказки тоже нужны для того, чтобы не дать команде зависнуть на каком-то определенном этапе. У команды, у участников может быть какой-то пул подсказок. Например, за весь квест они могут получить три подсказки, и они сами решают, в какой момент их взять. Штрафная подсказка выглядит по-другому. Это подсказка, которая сопровождается штрафом и является частью автоперехода. То есть в штрафной подсказке игроки получают готовое решение и после этого переходят автоматически на следующий этап. Штрафная подсказка нужна в тех случаях, когда нельзя просто уйти с этапа. Обязательно нужно выполнить какое-то задание. Например, нужно получить у агента старинную брошку, которая потребуется на следующих этапах. Нельзя уйти с этого этапа просто автопереходом, потому что вы уйдете без брошки. В этом случае игрокам дается штрафная подсказка, благодаря которой они получают брошь и автоматически уходят на следующий этап. Штрафная подсказка – это такая разновидность автоперехода. Вот, в принципе, основные термины, которые я использую для того, чтобы описать организацию того или иного типа квеста. И в конце вебинара несколько слов о том, как организовать квест в школе и в библиотеке. В чем здесь основная особенность. Я еще раз напомню, что квест – это игра на достижение цели через решение загадок и выполнение заданий. И самое первое, что мы видим в этом определении – это слово «игра». И логично, что мы можем думать о квесте как о развлечении. Квесты в этом случае часто становятся форматом мероприятия. Мы проводим детский праздник в формате квеста. Такой квест, развлекательный квест, обязательно требует атмосферы и театрализации. Чтобы получить удовольствие, чтобы полностью погрузиться в историю, конечно, нужны и актеры, и определенная атмосфера, и определенное музыкальное сопровождение. Как развлечения могут выступать любые типы квеста. Я думаю, что с локационными герметичными нет необходимости. Литературный квест, например, для средних классов, можно представить как литературный бал с определенными ролями. Карнавал – тоже будет своеобразный тип развлечения. Дедуктивный квест, детективная история. То есть детские праздники в формате детективного расследования тоже, в принципе, сейчас некоторые аниматоры организуют. Следующая разновидность – это контроль знаний. Это довольно часто встречающийся вариант проверить знания по какой-то теме в формате неконтрольной работы, а в формате квеста. Вроде бы как и развлечение, вроде бы как игра, но при этом задания имеют вполне конкретное отношение к изучаемым темам. Для такого квеста нужно выделить время. И в два раза больше, чем вы поначалу посчитаете необходимым. Потому что будет подготовка, будет ввод участников в игру, будет вывод из игры. Очень важно для квеста, для информационного квеста, для квеста в школе и в библиотеке, заканчивать его обратной связью. То есть не просто мы пришли на финиш, нам посчитали очки, выдали шоколадку, мы молодцы. Нет. Обязательно должна быть обратная связь. Рассказать, как правильно было решать эти загадки. Рассказать, как на самом деле развивался сюжет этой истории. Спросить участников, как бы они придумали эту историю, какие бы они загадки загадали для своих одноклассников. Обратная связь – это очень важный этап в квесте. Для контроля знаний квест должен быть тематический. Здесь атмосфера и театральность – это лишние уже составляющие. И тут квесты должны быть, конечно, конкурентными. Скорее всего, конкурентность будет не по командам, а каждый, например, ученик в классе проходит квест индивидуально. И мы можем оценить, кто выиграл, кто набрал меньше всего очков. И, возможно, даже поощрить какой-то оценкой. Для контроля знаний лучше всего подходят герметичные и локационные квесты. Почему? У герметичного есть один путь достижения цели. Класс химии, определенное оборудование, определенные реактивы. Задача – получить конкретно химическое соединение на выходе. Получил – значит прошел квест, победил. Не получил – проиграл. Все просто, все понятно. Вот есть как раз контроль знаний. Локационный – сложнее, потому что здесь идет перемещение по этапам. Но, в принципе, любая контрольная работа, например, по алгебре, где нужно решать задачи разного типа, каждое задание может, по сути, являться квестом. Только тут нужно подумать над мотивацией, чтобы мотивация была не прорешать контрольную работу, а чтобы была какая-то еще дополнительная мотивация для участников. Есть ли какие-то конкретные примеры ваших квестов, которые можно посмотреть? Те, которые можно посмотреть, у которых были фотографии, я показала. Показать его очень сложно, потому что это все проводилось, редко какой квест проводится повторно. Вы можете найти журнал «Чем развлечь гостей» или электронную базу его материалов и поискать там примеры квестов. Я даже не могу назвать все псевдонимы, под которыми я их писала, но вариантов довольно много. Например, один из вариантов, я точно помню, как он выглядит. Сейчас попробую найти ссылку. Да, конечно, он не ведет на нужные сайты. В электронной базе «Чем развлечь гостей» есть пиратский квест. Я создавала как раз вариант информационного квеста, где нужно было выбирать между вариантом А и вариантом Б на каждом этапе, и все варианты были правильными. Задача была ведущего – объяснить, почему эти варианты все правильные. При этом, соответственно, еще и достигалась основная цель – поиск каких-то предметов. Я сайт нашла, а почему-то кнопка поиска у меня на нем не работает. Вот на вот этом сайте можно поискать варианты квестов, как развлекательные. Так, хотелось бы пример конкретного квеста, сценарий с пошаговым разбором. Мой квест с пошаговым разбором или мне показать квест с пошаговым разбором? Я долгое время специализировалась именно на локационных квестах, на том, что требует перемещения по городу, о каких-то интересных нахождении, интересных объектов в городе. И потом уже сейчас только перешла на какие-то другие варианты квеста. Хорошо. Через две недели у меня будет очередной вебинар. На следующей неделе будет посвящен веб-квесту. Через две недели будет посвящен квесту дедуктивному поиску информации. Я подумаю к этому моменту, что можно показать из готового. Например, вот тот же, наверное, квест пиратский. Я, наверное, покажу его. Должна убедиться, что срок договора истек, и что я могу уже публично показывать эти материалы. Так, и, наконец, последний вариант квеста в школе и в библиотеке – это получение новых знаний. Это как раз то, что я говорила про перевернутый класс, про те варианты, которые прекрасно подходят для получения новой информации. Такие квесты, как правило, очень длительны, и время на них слабо ограничено. Они могут идти неделю, они могут идти месяц. Это вполне может быть квест на знакомство с библиотекой, который предлагает каждому новому читателю. То есть, представляете, вы написали один раз квест, и у вас каждый новый зарегистрирующийся человек получает доступ к этому квесту, который он проходит, а при выполнении этого квеста он вновь и вновь прощается к материалу библиотеки, и вновь приходит в вашу библиотеку. Такие квесты требуют безопасного и открытого информационного пространства, то есть доступа к информации. Если для решения загадок этого квеста нужны определенные книги, определенные материалы, они должны быть вами уже где-то собраны. Не сами участники должны их искать. Они могут решать загадки, чтобы получить доступ к этим материалам, но сами материалы вы должны собрать заранее. Из типа квеста лучше всего подходит литературный квест и дедуктивный. Про дедуктивный, как я уже несколько раз упомянула, я расскажу на одном из следующих вебинаров. Литературный квест – это та ситуация, предположим, когда объемные школьные произведения, которые школьники сейчас такой неохотой читают, а каждый из участников получает своего героя и читает какие-то, может быть, монологи, какие-то сцены, где он является ключевым персонажем, а затем в ходе квеста они обмениваются информацией. По теме квеста до конца июня еще будет только два вебинара. Татьяна Викторовна любезно скинула страницу, где можно посмотреть. Я все планирую когда-нибудь написать все-таки либо полноценный курс по квестам, либо какие-то методические материалы, но это довольно сложно, потому что большой объем информации пока у меня еще не структурируется таким образом, чтобы можно было хотя бы написать программы. Тем более постоянно находятся новые интересные варианты. Например, вот сейчас я активно изучаю, как использовать настольные ролевые игры в образовании, и там есть ответвления инди-игр, которые нацелены как раз на то, как знакомиться с друг другом, как понимать, как человек ведет себя в определенных ситуациях. И фактически элементы из них тоже могут быть использованы в качестве квеста. Возможно, мои типологии со временем добавятся еще одним типом квеста, каким-нибудь квестом психологическим, квестом инди. Если еще какие-то вопросы остались, задавайте. Я здесь могу на них ответить. А я сейчас найду ссылку на праздник в коробке и на то методическое постопие, про которое я упомянула. Постопи-condizione для осцы一般. Я у 1955-인이 получилась. Там жарится вже один. Про nichts делается. Нет. Потому на тебе, наверное, никто не может быть использован. Относится. Какие там я, может быть заложено, Конечно, пока здесь есть часть THISа. Так, вот так. Сайт и ссылка на книгу. На самом деле у Юли есть еще несколько пособий, посвященных квесту. Я считаю их действительно интересными и достойными материалами для тех, кто разрабатывает квесты. Именно то, что касается работы с дошкольниками, школьниками, ну и, может быть, максимум подростками. На более старшую аудиторию она материалы не делает. О литературном квесте, да. Хотелось бы, знаете, не только поговорить о нем, но еще и поучаствовать. Я жду все-таки полноценного возврата в оффлайновую жизнь, когда снова можно будет собираться и участвовать в литературных квестах. Это на самом деле очень интересно. Попробуйте, Ирина, поискать по словам «кабинетка» и «лангидок». Есть много материалов в открытом доступе, в том числе и сценариев, которые можно посмотреть. Спасибо за ваши добрые слова. Я надеюсь, что мы с вами увидимся через неделю, когда будем говорить про веб-квесты и про программное обеспечение, которое поможет нам в их создании. О разновидностях заданий. Многих даже не слышал. Но вот про многие задания есть на самом деле вот в этом пособии. Очень тяжело даже в рамках вебинара рассказать хотя бы о части, потому что фантазия просто неисчерпаема, и всегда можно придумать что-то новое, всегда можно что-то скомбинировать. Даже, знаете, старые руссконародные загадки, даже на их основе можно придумать много-много интересного. Что ж, я с вами прощаюсь и передаю слово Татьяне Викторовне. Продолжение следует...